Можете идти в Балагослове? Я не знаю, как там получится. Сейчас я очки найду еще. Кому-то еще не хватило, да? Ивангель. Ивангель не хватило, да? А вы ходите, я в Новом Годе в храме бываю. А, ну нет, они со стороны все приехали. А, вы все со стороны, да. Я, да, в Санитроитель. Ничего, но... Просто я, когда сгорела его, вот, что-то, там, такое почечко, понятно. Ты по розыду из описанных. А, у вас нет с собой Варгина? Нет. А вы только будете лежать? Я бы мог, мы все. Мы все выписываемся. А, вы будете лежать? Не, вот, но мы ведь не лежали. У нас же не было. И читаем на лошадную девчонку, когда попросят. Богородицу, Богородицу. Жалко, конечно. И символы веры. Вся эта вера все читается. Символ веры можно взять. Символ веры. Ну да, я сейчас предоставила, мне сколько номеров оставляю, чтобы они читали. Давайте читайте. Давайте, чтобы попадется. Вера православная. Вера православная творит чудеса. В 20 веке была скоровная полоса. Церковь Христова мучеников породила, а врат, а власть безбожная их убила. Тогда голод и холод их не сломили, ведь всем сердцем они Христа возлюбили. Они терпели с близкими людьми разлуку, а от своих мучителей всякую муку. Сынку и тюрьмы христиан уводили, и невиновных за веру в Бога казнили. Над ними издевались все, кто хотел, и малым и старым приговор был прострел. Сон мучеников исповедников показывает Бог с нами. Веру свою они засвидетельствовали кровью и усами. Так будем же мы им достойны семя, а не врождающееся безбожное племя. Вот в Евангелии есть место, послание к римлянам. Но здесь это не Евангелие, а в Новом Ловисе. Потому что сердцем веруют к праведности, а усами исповедуют к спасению. То есть раньше о исповедниках, которые мы говорим, мы веруем сердцем. Многие говорят, вера на душе. Но как один исповедник, комиссионер говорит, это вера бесовская. То есть вера должна быть такая, чтобы любой нас спросил нашей вере, и мы должны ее исповедовать. Как мы веруем? Но для того, чтобы исповедовать, мы должны знать свою веру. А чтобы знать свою веру, мы как раз должны читать и изучать Евангелие. Как там Иоанн 5.39, вот Иоанн и Евангелие будут читать. 5 глава 39 стих там сказано. Исследуйте Писание, и вы думайте через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. То есть о Мне, это большая буква, это Господь говорил. Он о себе говорил. Там еще есть, например, первое послание Симотея 4 глава 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. И вот так поступай, и себя спасешь, и слушай себя. Это апостол Павел сказал своему ученику, он говорит, вникать нужно в себя. То есть каждый человек должен смотреть в себя, в свою душу, да, разбирать. И в Евангелие. И сравнивать в себя, в свою жизнь, в Евангелие. А у нас обычно это не принято делать. У нас обычно смотрят, кто что делает. Сосед, обзваться и прочее. И обсуждаем. Из-за этого у нас и равновесие появляются, да. Вот, Соби, помилуй. В 19-е также там, в Кремле, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего, живого и пребывающего вовеку. Слово Божие – это самое вкусное от Христов. Или мы еще в Писании, Библии, Святые Писания, Слово Божие – это как бы все одно и то же. Вот. Потому что не все знают. А Евангелие, она переводится до словом как благая вещь. Благая, то есть добрая вещь. Весь о чем? О спасении, о спасителе. Прямо Иисус Христос. Иисус, он переводится как спаситель. Христос как помазанник. Вот. Он наш спаситель. Потому что по Евангелии сказано, что никаким именем мы не спасаемся, как только именем Иисуса Христа. Если, например, 4-е, от Евангелия 2, на 3-й главе 3-й сих, Иисус сказал ему, «Если мысленно говорю вам, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, то есть человек, который не рожден и свыше, не возьмем и Духом Святым, он не только не возьмется в рай небесный, он даже может его и не увидеть. То есть здесь нужно и уверовать по Евангелии, а чтобы уверовать, как, например, послание Римеля на 10-е глава 17-е стих, вера от услышания, а слышание от Слова Божия. То есть, опять-таки, вера отхода возьмется. Человек, например, веру не знает свою. Он никогда не слышал о Иисус Христе. Он не знает, кто Бог. Многие говорят, кто Бог, а кто есть Бог, не знает. И вот он, например, может услышать какого-то христианиного человека. Если не уверовал человек, то может через Евангелие, который я вам всегда дала, вы можете читать, любой может через него обратиться. Многие читают Евангелие. Я, например, тоже в свое время, когда маленькая была, я всегда верила, что Бог есть, да? А кто именно, я не знала. А вот когда Евангелие уже появилось, вот сюда я приехала в храм, купила сама, стала читать, тогда я уверовала и узнала, что Иисус Христос наш есть Несенный Бог. Вот. Душники, например, такой. Я немножко отвлекаюсь, да, чтобы вам это напоить. Да. Все на пред Богом неоплатном долгу. И чем я с ним расплатиться могу? Пища, одежда, подкрыши, жилье – это все, по большому счету, Его, не мое. Наши таланты, здоровье, ум и душа – все они без Бога не стоят ни гроша. Все наши добрые дела без Него – ничто. И я без Создателя просто никто. Он во Вселенной единый Творец и всему миру живому Судья и Отец. Наш Бог есть свет неприступный, только чистой, смиренной Душе доступной. Он также есть беспредельная любовь, ведь за каждого из нас Он пролил свою кровь. Бог ни в чем никогда от людей не нуждается и дает милость душе, если та в своих грехах кается. Наши деньги – жертвы Творцу ни к чему, а кто Его прославляет, Он дает милость тому. Кто всегда и за все благодарит личного Бога, тому Он посылает благодати много. Все дает для жизни нам Создатель, Отец. И Он знает помыслы всех людских сердец. Перед Немо всем неоплатным долгом. Так признайтесь и кайтесь же в этом Ему. Господь понял. Например, в Евангелии сказано «Исполнилось время и приблизилось к Царствию Божию, покайтесь и веруйте в Евангелие». От Марка, первая глава, пятнадцатый стих – это там, когда Евангелие будет читать, там «Атмосфер» и Марка, Иоанна, Луке. И там как раз есть, ну когда они распределены на глаз и стихи. Ну как бы, чтобы параллельные места там. Потому что они все говорят об одном и том же, только немножко у каждого как бы свой взгляд. Кто-то человек не сказал, другой дополнил. Но у них нет никаких противоречий. То есть они все говорят о Иисусе Христе. Но написаны они были учениками, конечно, в разное время. Позже уже распят Иисуса Христа. Так вот, учтите, среди вас мусульман нет, нет? Услан. Вот, потому что многие не понимают. Истинная вера, она только, скажем, ну как дерево. Хорий не один – сам голова Иисуса Христова. А ветли от него, ну как бы, пять отраслей, скажем так. Католики, они от Атмосфер Петра, мы от Адреев Первоклавного, да, и Индии. Ну, я забыла, там несколько церквей, они каждая от Апостола. То есть они законы рукоположения. Наши православные у нас едины. То есть там вся отраслей, да, как бы так. Вот. И хочу сказать, все остальные, которые вне этой церкви. Вот когда Иисус Христов был, он распялся за наши грехи, да, он апостол, это, основал свою церковь, и это, значит, там поставил епископов, и, ну как раньше, задали руки на голову, как сейчас делают наши интерполицы, епископы. И они передают эту власть, и с первых веков это пошло. У нас же, вот слышали, может, канонизированы великие святые, есть там Василий Великий, Григорий Богосов, Лиан Глатаус. Вот такие великие святые, они же от первых веков, кто-то там в первом веке жил святые, да, и до наших веков дошли все же святые в наше время, разные и современные есть. То есть, и вот эти митрополит-епископы, они прополагали. Ну, там положено, скажем, только это делают епископы, священник, кто-то полагает, диаконов. А священники, диаконы, они этого права не имеют. Ну, там своя иерархия. То есть, вот эта иерархия, она с первых веков дошла до нас. И наша православная церковь, она стоит вот на этом, то есть, у нас есть священство. Без него мы не можем, потому что таинства их руками совершаются, как исповедь, покаяние, венчание. То есть, мы, эти таинства, у нас семь таинств в церкви, вот святых, и мы через них спасаемся. Ну, основное это крещение для нас, все, кто принял крещение, да, потом участвуют. Если мы имеем браки, то должно быть венчинное печание, это тоже таинство, таинство покаяния, или таинство соборами, или освящение называется. То есть, больные помоздаются, да, вот. А все, кто вне церкви, как ингрером Сулеймани, то они называются еретики, но они этого не знают. Понимаете? Ну, не каждый, кажется, об этом не принято говорить. И когда мы говорим о нас один Бог, так не говорить, чтобы не завершали, да, это говорить нельзя. У нас с ними нет единого Бога. Наш Бог Троица, то есть, Бог Отечественного первого лица. Второе лицо Святой Троицы – это Бог Иисус Христос. Он Бог и человек, у Него две природы. То есть, Он был совершенный Бог и совершенный человек. Без первородного греха. То, что, например, мы рождались от Адама, все люди, которые бы не рождались, после грехопадения Адама, первородный грех вошел в род человеческий через церковь. А Иисус Христос, Он был рожден, вот, что недавно отмечали, да, от Богородицы Девы Марии, но чудесным образом Дух Святый нашел на нее. То есть, она Дева до Рождества, в Рождестве и после Рождества сохранил детство. Хочем многие вне церкви этого не признают. Матерь Божия не почитает, не признают. Но это все есть в Библии. Кто читает, все это есть. Все это Святое, Матерь Божия Свята. Мы, как Матерь Попловце, Матерь Божия, она не по Богу, а именно походке. Мы ее почитаем. Хотела сказать, значит, юридские, вот они не почитайте, мы почитаем даже иконы. Они этого не знают, опять-таки, по Библии там есть места, И чем они отличаются? Если они вне церкви, у них нет введения. Господь отнимает Дух Святый, у них нет введения. И они не понимают. Они из Библии вырывают только некоторые места и сам себе противоречат. Но Библия, она себе никогда не противоречит. Там все есть параллельные места. И ветхие, и новые, они перекликаются, они взаимосвязаны. Новый залит, он как образ, как тень. Ветхого, безветхого, нового бы не было. Ну так должно быть. Человек был еще не в совершении, он еще как бы ветхий был. И пророчества были от Иисуса Христа. Это все пророки проявляют, что Иисус Христос должен прийти. И когда Он пришел, все пророчества сбыли. Но не все это принимают. У нас видят, в чем отличаются православные от вертиков. Иконы мы почитаем, Матери Божьей мы почитаем. Каноны почитаем, соборы почитаем, святых почитаем. У нас очень много святых. Это житя святых. 1173 это только на церкви в Мирном Ростовке. Их очень много. Но там могут входить, например, как 7 мудрых девских. Мы их поименно не знаем, но их 7. А если, например, взять 14-15 младенцев, отвергнутых за креста в Бераславиле Боя. Да, убиены. Вот. Но там 14 тысяч. Там записано 14 тысяч. Но они те святые церкви не делали. То есть там до рождения, до двух лет, Иерус приказал всех убить. Чему? Потому что он ему сказал, что Иисус Христос будет царем. Ну, где его место займет. Он позавидовал. Он приказал избить всех младенцев. Ну, как бы он предположил, что в таком возрасте Иисус Христос. Но он же не знал, где его найти. И поэтому он приказал всех избить. И вот они, значит, святые. Потому что они, как бы, за Иисус Хриса. В принципе, жертвы. Они уже святые. И третье лицо Святой Роси, я им говорю, это Святой Дух. Который, опять-таки, не все понимают. Но иерусики они подходят. Есть там такая секта, где они прям и кричат, и рисуются. Но они считают, что это Дух Нихристос. У нас Святая Троис опять объясняет. Господь, Бог Отец, который позвали в Нихристос. Действуемые, неведимые, да? А Иисус Христос. То есть, они, личность у них. Личность есть Бог Отец, личность. Бог Иисус Христос, личность. Бог Дух Святой Душа личность. То есть, единосущная, нераздельная троица. Мы мечтаем веру, да? Многие знают, что мы верующие в загробную жизнь, да? Ну, опять-таки, не все верующие в загробную жизнь. Даже много крещённых есть не верующие. Давайте мы сделаем перерыв, вы сходите, а потом я, если хотите, вам что-нибудь начну. Уйду, да, немножко. У вас как кормится, хорошо? Ничего, хорошо. Людей приносят, друг другу угощают. Здесь, вот, сысно. Слава Богу, да. Все по всем ходят, всем приносят, все угощаем друг другу. Нормально. А вот, Ольга, восстанавливаем. Мне немножко. Здесь можно прикричать? Да, сейчас заходим. У меня был такой перерыв. Что-то я хотела еще... Ну-ка. Можем от детства, да? Подговорим. Сладитесь, да. А вот, берем мой халат, чтобы... Хорошо. Что-то что-то. Родилась я в деревне. Кто в деревне родился, нет? Да. Нет. В деревне. Родилась я в деревне, и там же росла. Четвертым ребенком по счету была. В семье трое мальчишек. Я девчонка одна. Помощница с мамой по дому нужна. Но горе случилось, брат заболел. Старший из всех от болезни сгорел. Настрой и детишек осталось тогда. Наше воспитание родителям стоило труда. Всегда они работали, не покладая рук. Но им нелегкое испытание выпало вдруг. Наш папа в аварию как-то попал, и он очень долго в больнице лежал. Поскольку я младше была всех в семье, меньше горя пришлось помнить мне. А может быть, с возрастом все позабылось. Но без родителей я бы ничего не добилась. Ведь должности, звания не так уж важны. Главное, что в этом мире мы кому-то нужны. Совесть и память нельзя нам терять. И я к своим родителям возвращаюсь опять. Много прекрасного помню из детства. Хорошая память – это тоже наследство. Отец у нас возил всех на речку Барыш. А она местами глубокая, рос там камыш. А берега ее один высокий, крутой. Другой берег полой без заросшей строгой. Дверья и кустарники в речке росли. А некоторые места там в юном росли. Рыба водила всегда в барыше. А дожденька прятались мы в шалаше. А если летом стоял жаркий день, то уж купаться нам было не лень. Мы тогда у берега на песке сгорали. И весело всей семьей отдыхали. Я помню, как черемуху мы собирали. Ее ветки срывали, но не кидали. Отец нас учил всю природу беречь. И после себя мусор весь сжечь. А еще наш папа заядлый рыбак. Если клёп был хороший, не укусить никак. Он во всех налимов полог и словил. И вкусную уху нам дома варил сейчас. Наш отец – прекрасный повар и садовод. Летом на его труде держался весь огород. Папа чудесно нам сад посадил. И даже своим внукам совсем угодил. Малина, смородина, яблони, вишни. И даже рябина была мне не лишней. В саду росли также крыжовник и облепиха. Мы выросли. Разъехали. В саду стало тихо. В родительском доме теперь скрипят лишь ворота и дверь. Летом дятел прилетает к отцу в огород. А стаи птиц черемуха до вишню клюет. Папа наш как-то немножко сердился. Ведь у их дома забор покосился. Кто в старости поможет ему? Слава Богу, что есть кому. Деду на смену растет третий внук. Так расширяется семейный наш круг. А это вот как, ну, справочка что-то такая, сведения. Вот вы начали читать там, девочка. Я одна девочка, братья. Один у меня сам все. Я хочу сказать, что вот молодым людям, которые хотят построить жизнь и выбрать жену. Вот где-то подсознательные люди. Вот младшие, сестра младших братьев, это самый хороший вариант. О ней заботятся братья. Она всю свою жизнь, у меня даже примеры есть личные прямо. А это была такая вот журналист, в каком-то обыкновенном журнале. Вот я на всю жизнь запомнила. Лучшая жена – это младшая сестра братьев. Она добра от их доброты, от их заботы. Они тоже от себя исцеляют. Вот они об одной заботы. Это так вообще просто. У нас еще как бы опыт говорит так, что самое главное – стать первого ребенка правильно, а все остальные уже будут пример с него брать. Это точно. Это всегда так. Я вот помню сама, я твой брат всегда уважала, ценила, всегда пример с него брала у меня Александр. Кстати, настолько я его уважала, что и сын у меня Александра. И, конечно, мне уже имя даже понравилось. Лучшее имя, лучше всех. Ага. Как доброе. Вот это всегда так. А мы с братом дрались? Ну, не безовесно. Сосед. У нас еще напротив мамы жил сосед, и такой небольшой случай был, захотелось мне почему-то о нем написать. Ну, хороший человек скажем так, да, хочется? Что-то хорошее сказать. Сосед. Когда-то у нас жил в селе сосед, которого все дети уважали. Его я помню с детских лет. Мужчину дядя Леша звали. А мы напротив в доме жили, когда работали мои отец и мать. Родители с соседями дружили, и я к ним тоже бегала играть. Дядя Леша присматривал за мной, когда ребенком я в песке играла, чтоб не обидел кто чужой, и проходящий цыганка не украл. Сосед однажды сделал карусель на улице недалеко от нас. Для нее он взял сосну, не ель, и этих всех тогда от скуки спас. И на этой карусели мы катались. Брат ее крутил, а я сидела. Потом ролями мы менялись, чего, конечно, я не очень-то хотела. Еще турник поставил нам сосед, чтоб мы зарядкой занимались. И пусть спортсменов у нас нет, а дети все довольны остались. На баску же яйца мы катали. Кто их выбьет, тот себе возьмет. Дядю Лешу тоже приглашали, он хорошо по цели бьет. А вот сосед мне как-то подарил яйцо, окрашенное зеленым цветом. И дядя Леша странно пошутил, да и ласков был при этом. На пасху я принесла яйцо домой, его разбить тогда же я не сумела. Но дядя Леша подозрительный такой, а я его спросить-то не посмела. Еще тогда я в школу не ходила, и меня яичко это удивило. А потом мне мама объяснила, что деревянным оно было. Вот такой веселый наш сосед, он жил на нашей улице в селе. Прошло с тех пор немало лет, и есть теперь что вспомнить мне. У нас как бы традиция деревни, вот цветные яйца, но раньше не было ни денег. У нас все равно семья строит детей, мамы отец инвалидов, безнаделого, безнаделого, как бы тяжело всегда жил. И вот муж радует, когда яички цветные. У нас одни шелухой красили родители, вот это лук, вот это, а другие цветные красили. А у нас таких не было, нам хотелось быть цветные. и играли всегда, и он всегда с нами был. Один, вот почему он с детьми, он так видать детей любил. Вот, и вот деревянная, а мне обидно пришла домой, потом говорю, надо, ну что ты он до мной так подбошедился. Не развивается его, да? Ну не развивается, да, и в наше время, конечно, очень много есть. Он выбрал, чтобы выигрывать, он подставлял ноготь, а я и не видела, что вот чуть здесь стукнуешь, и опять он выиграл. И опять ноготь подставлял. Есть такие еще, духовные крупинки, как бы короткие мысли разные. Краткие мысли. Так. Жизнь дается только раз, и все зависит в ней от нас. Ну понятно, говорят, человеку нет свое счастье, да? Лучше быть имирянином благочестиво, чем монахом нечестиво. А если уже быть монахом, то жить как будто под плахой. Ну то есть, понятно, да? Лучше вообще обеты не давать, а то многих что-то дают, а потом и женятся. Вы там и право объясняете? Была батюшка Иронима, он ездил, молюсь, Архимандр Иронима, покойного. Да, Господь привозил в свое время общаться с ним. А что там сейчас? Сейчас я не знаю, не ездил. Он говорит о монахе, о бандите. Ну, Господи, по-моему, мы осуждать не будем. Я скажу такая, знаете, вещь полезная, смотрите, для духовного своего, чтобы нам не смешать, мы должны видеть в человеке лучше и добрый, да? В себе мы должны видеть грех, а если мы видим в чужом, то мы как бы мысленно должны отделять грех от человека. Господь сотворил каждый человек по своему образу подобию, и он распялся за каждого из нас, за меня лично, он распялся в правиле своей крови, да? Но он распялся за всех, за весь мир. Господь любит всех, и всем желает в разум истинный прийти, всем желает спасти, но он дал свободную волю. То есть уже от человека зависит. Хочешь ты веру, хочешь ты не веру, да как ты хочешь, но Господь всем дает. Вот он создал весь этот мир такой прекрасный, чтобы мы смотрели на этот мир и познавали через мир Бога. Он для этого нам разум дал, разумом, чтобы познавали. Но если уж нам не хватает разума познать в природе Бога, для этого дай нам висленный закон, вот это Евангелие, Библия. Ну а также еще совесть дана Богом для того, вот этот закон как бы писанный, он вложен в совесть. Просто мы ее грехами как бы, она у нас не чувствует. Мы грешим грешем, и совесть нас уже не дает нам. Если мы были маленькими, нам когда научили, вот это делай, вот это не делай, что хорошо, что плохо, научили, да. А потом, и мы как-то еще, понимаете, дети, они это более чувствуют. А когда давно что в жизни доживаем, мы столько нагрешаем, что уже совесть нам не подсказывает, и мы ориентировки теряем, мы становимся немножко как бы бессовестными, да. Вот. Поэтому для этого, чтобы нам в данном законе Евангелие, когда мы читаем, и мы видим, что он делал, что не делал. Вот. И для этого еще существует тайство исповеди покаяния. То есть мы должны покаяться, исповедоваться, ходить в храбли, эту тайство, чтобы совесть мы твою чищали, чтобы она нам была указатель, как нам жить, как нам спасаться. Вот. Чем она чище будет у нас, тем она будет чуткой ко греху, скажем, да. И она будет нас обличать. Если мы покаялись перед Богом, да, идем дальше по жизни, и нам что-то предлагается, какое-то искушение, и какое-то искушение нам навязывают, и враг встана всегда нам будет его предлагать, и нам говорит весь этот мир, там, иди курить, пей, буди, да, и там что-то такое, то совесть нам будет как раз подсказывать, что это сделать нельзя. Возу сухой, сухой тяжело говорить мне? Нет, нет, нет. Я уже много говорю. Сухой, да, я когда говорю, тяжело. Вот. А совесть, она как раз должна вот это, ну, пока я не участвую. То есть очищаю свою совесть, и она как термометр нам вот указывает, подсказывает нам. Да. То есть все расходство дворю премудро. Вот. Евангелие читать нужно обязательно, читать каждый. Но я вам советую еще, ах, сейчас сама я узнала, у меня есть, значит, толкование блаженного фифилакта на Новый Завет, его, так, сколько там, две книги? По-моему, две книги. Потому что там четыре Евангелия, да? Одна книга, Евангелие от Матфея, Марки, Луки и Иоанна, это самая разделенная. В одной два, значит, апостола толкования, и другая книга два апостола толкования. Но они не вообще сразу продаются. Вот цена там продается, может, 800 рублей где-то, эти книжки. Но они разные. Есть вот на ладошку убирается, я у одной сестры видела, а у ней вот она маленькая книжка. Ну, там зависит еще от бумаги, от формата, ну, разные шесты. Их мелкие, есть крупные, а есть большие книги, в одной я видела. Ну, вот здесь вот как-то спрашивал, нет, они не во всех правах есть еще. Но можете записать, если найдете, купите новый Завет с толкованием блаженного фифилакта, болгарского, который жил один судитель, он ссылается на Ангелу Тауста, великого святого, канонизированного в нашей церкви, и там он как раз толкует вот эти притчи, которые мы читаем, да, это Евангелие. То есть вы там будете читать, но там нет толкования. Песченники нам во время проповеди говорят, но они не всегда немножко, как бы, солю говорят так, чтобы мы покаялись. Но в проповедях нет той соли, которая должна быть. Они как бы упрощаются. А там он говорит прям очень хорошо, поясняет, и там духовный, и буквальный смысл есть. Потому что когда мы сами читаем, мы можем не понять. Кашка должна вариться, а хозяйка молиться. Ну то есть, как бы, всякое дело. Доброе дело, говорит, не спасает. Добрых и в аду много людей. Они тоже там каются, но уже нет времени. Из ада в рай не переходят. Это по Библии, по Евангелии сказано, что нету. Если попал в ад, то все уже. Это очень страшно, что нужно туда попасть. Поэтому надо много нам, во-первых, уверовать, покаяться, что у нас было крещение, что мы в танцах участвовали. Кому, говорит, церковь не мать, тому Бог не отец. То есть многие же в церковь не ходят. Вот видите соблазн какой? То там торговали, то там продают, то там таятся деньги. Но тут, понимаете, они уже, как эта система, они вошли в нее, в эту денежную систему, они выйти из нее не могут. Там сложная, понимаете, не надо чем-то жить. Мир такой, а мир есть. Он долго не стоит на месте. Дор всегда растет. Он развращается, как говорит, в последние времена. Мы уже близки к этому. То есть мало верующих. Святый Игот предсказывал, что будут такие времена, как ванахи будут, будут как миряне, а миряне как бесси. То есть мы настолько развращаемся, понимаете сами. Если раньше, говорит, человек, когда курил, это было дико, все на него смотрели. А сейчас наоборот. Если не куришь, на тебя все смотрят. Вот я с вами пришла, на меня женщины так смотрят, как будто я с луны свалился, или откуда. Что здесь такого, да? Многие меня за ертичку, за ертичку, за сектантку принимают. Кто за мусульманцев? Мусульманцы, со мной многие здороваются, потому что они так же ходят одеты. А почему? Потому что церковь православная была основана сначала. Мухамин родился 655, и они ее поддерживают, взяли от христиан. Но они ее взяли и сохранили, а мы не сохранили. Понимаете? То есть они это делают правильно, они благочтивы. Уходят, повязываются, закрываются. Почему? Я говорю, грудь должна быть закрыта, шея закрыта. То, чем женщина соблазняет мужчину, да, грудь, шея, все это должно быть закрыто быть, должно быть благочтиво. Почему вы посмотрите на иконов, и Матери Божественные святые, у них же все это закрыто. Волоса не видно. И все закрыто. И в храм, когда приходится, почему многие думают? И Господь дал волосы, это знак, если мужчина говорит, должен стоить волосы, наоборот, а нам как бы, знак, что над нами голова, мужчина. Вот. Потому что сначала Господь сотворил Адама, мужчину, да? А уже из ребра его. И он муж, глава всегда должен быть и в церкви, и в священство. Там женщина не поставляется. Хотя сейчас во всем мире есть нарушения. Вот. Умейте в виду, если у вас есть муж-я, вы должны относиться к ним, ну как, с крутостью, с смирением, с послушанием. Но если вас толкает на грех, конечно, вы не должны слушать, или он запрещает ходить в храм. То есть первое послушание мы должны оказывать Богу. Вот. Если мы возлюбим, Господи, всем сердцем, всем душою, да, там храм, если пойти, как святая обязанность, шесть дней. Делай, Господи, блоге Господу. В этом смысле мы не должны слушать. Потому что там в Евангелии есть другое место. Господи говорит, кто любит отца, мать, сына и дочь больше, нежели меня, не достоин меня. То есть здесь нужно понимать, когда мы слушаем Бога, запрещение, когда мы слушаем мужа, если муж не противоречит совести Евангелию, тогда мы его слушаем. А если он прямо на грех толкает, мы не слушаем. Например, бывает же так, жена идет делать аборт, а может быть, я запрещаю. Она все равно идет не слушать и делать. Грех не только на ней, но и на мужа. Он будет отвечать, как голова, за жену, за себя. На грех аборта тоже мужчины ложатся. Они должны тоже в этом справиться. Да, здравствуйте. Вот тут наука такая. Поэтому женщины должны быть подразделены. Спасибо, Кирочка. Я, кстати, вам скажу, спасибо храме. Ну и вообще, по жизни в Евангелии брюки считается как нервность пред Богом. Это мужская одежда все-таки. То есть, я сейчас сегодня, кстати, доходим разумлять, иду и думаю. У нас многие живут волосы подстригают. А вот заметьте, раньше, в первые века, не было же такого пришлось. Они сошли когда? Ну да. Они это позже, поздние времена. Брыбки вошли только в пород, может, в 70-х годах. То есть, у нас в России этого не было. То есть, мир опять возвращается. Брыбки взяли, мужскую одежду, да. Хотя, мужчин-то не носят брыбки-то, юбки зачем не носят, они сказали, это мужская юбка. Они же так не делают. А Вы сами носите брюки? Нет, я упал, господи. Вы что, нельзя? Мне уже всё. У меня вообще нельзя. Но не только мне и Вас. Кто уверовал? У меня даже плачек нет, юбок нет. У меня только брюки. Очень плохо. Нужно менять одежду. Не надо. Мне очень удобно брюкам. Нет, зря вас. А вот я Вам говорю, как она погибли, так что неудобно брюки. Удобно. Если я иду, там есть эти. Я Вам скажу, удобно Вам попасть. Будет очень удобно. Я умрю, как по Евангелию, как нужно. А Вы уже добровольно Вам даже Государь не скажете. Поступай, как знаешь, я тебе дал волю. Конечно. Но, когда умрёшь, там умрят уже, извини, не будешь, я хочу. А вот там полотки, вот огромные там. Да. Я Вам говорю, это они делают. Опять, как Моисея в законе говорит, раньше разводное письмо не давали, а Моисей говорит, дал разводное письмо, еще весом зависит. Почему? По слабости Вашей, по людской слабости. Священники идут на поводу у мирян. Хотя должно быть наоборот. Они сказали, вот, Иван, и я стою на это. Но они идут нам. Почему? Они идут нам. Потому что мы платим, не тёмные деньги. Они от нас как говорили, понимаете, взаимосвязь идёт. Я понимаю, у меня подруга. Она верует, она ходит в церкви, ну, есть специальное уже платье, всё так в платье. А так она ходит в брюках. Тоже не должно быть. Понимаете как? Получается лицемерие. Я лукавлю. Сегодня я в храм пришла христианка, из храма вышла, я мирянка стала. Я хожу каждый день. Я хожу, вот когда маме там помил. Девочки, вот я вот каждый день я туда не хожу. Нет, ну понятно. Это надо было правильно. Нет, нет. Верующий первый. Речь о чём? Если человек уверовал, если он верит в живого Бога, он истинно правильно веровал, он меняет свой образ жизни. Вот почему, например, во многих секторах они и не пьют, не курят, аборта не делают. Почему? Потому что они почитали Евангелие, они в него уверовали. У них первая ступень, обращающая благодать есть. Обращающая есть у них. Призывающая у них есть. А освящающая нет. то, что у нас вещество законное, они его, кстати, отвергают. У них этого нет. Хотя у них как они выстрелят? Мама рожает, и дедушка рожает. Ну и что же, дедушка рожает. Вот они прямо все рядышком живут. Я в Бога веру, но я в душе веру. У меня когда вот, я хожу, ну а так вот, чтобы каждый день в цепле выходить, у меня нет такого. Мы не говорим, ну каждый день. Не надо, 6 дней делать, Мой и Господь. Слушайте, давайте я вам такое прочитаю. Ну она песня. Поется, конечно, эту Господь дал, но я вам просто прочитаю. Такое размышление было у меня. А немножко с юмором как бы. А где мне взять такого мужа, чтобы не пил и не курил, да и Бога за все благодарил. А отвечала, совесть мне моя, такое требуй только от себя. А где мне взять такого мужа, чтоб жизнь была, родник, не лужа, и видеть перед собой картину, как двое стали плоть едину. А где мне взять такого мужа, чтобы подарки мне дарил, если зарплату приносил. А отвечал мне голос не спеша, не жалей давать и ты гроша. Да. Ну припис тот же. А где мне взять такого мужа, чтоб на руках меня носил, и на все ему хватало сил. А мне голос отвечал, и ты не сей семье скандал. Ну то есть я задаю вопрос, а как бы только не отвечает, да. А где мне взять такого мужа, чтоб капризы мне прощал, и исполнял все то, что обещал. Совершенно это строго говорит, муж им человека не границ. А где мне взять такого мужа, чтоб свою тещу он ценил, и лишь меня одну любил. И сказал совесть мне тогда, всех полюби вперед сама. А где мне взять такого мужа, чтоб мне время чаще уделял, и только для него была б я идеал. А за это совесть строго укоряла, не тебя Бог сотворил сначала. А где мне взять такого мужа, чтоб верность мне хранил, о радости и горе пополам делил. И я услышала в ответ слова, будь ты жертвуем всегда сама. Как бы мы много требуем, много хотим, особенно мужа требуем, невозможно. А сейчас в основном мужа следует подкаблучники, то есть у нас жены заняли главенствующим питерством. Вот я кстати размышляла, и Господь дал такую мысль интересную. Опять таки она... Почему? Вот смотрите, всегда женщина хочет занять место мужчины. И почему она и брюки, именно ради этого взяла? Потому что это мужская одежда. Потом она истрижется коротко. Опять это только мужчины стригутся, а женщины должны волосы. Это как бы покров для нас. Понимаете? Почему мы платок надеваем? Потому что я вам не сказал, если ты не хочешь, то стригись тогда. Покроваться не хочешь, но на усы стригись. Для этого Господь дал волосы. Это для женщины, а для мужчины. А мужчины, они как раз должны стригаться. Вот. Поэтому я говорю, мы многое берем от мужчин, и характер у нас, и все, а нам этого не надо. Господь не это нам дал. Понимаете? Мы должны быть кроткими, смиренными, нежными, хранить лучи. Да, рождать. Вот это наше. Потому что у нас мужики стали такие. А не вы чего? Вот сама жизнь показывает. Когда женщины ведут себя влахно, именно муж начинает пить. Должен смотреть, его не почитают. А если ему дать это, все-таки власть, ты хозяин, ты голова, ты должен отпечатать цвет. И тихонько его поталкивать на это, не навязывая так, чтобы он это, надо мудрость тоже иметь. И тогда ушло, он будет. Ну да. А мы там не власть. Мы далёные, и они у нас ничего не хотят. Им же легче. Конечно. Мы всё за них делали, за себя и за них. Да. Это очень плохо. И это в целом везде, в стране, где куда нибудь. И дети так и вырастают. Если жена правит, то дети-то как они будут? Вот всё отсюда идёт. Так что вот, Евангелие, оно написано для нас. Но я говорю, слава Богу, что вот сейчас бесплатно есть, раздаём, и хорошо, что берёте, потому что есть некоторые, знаете как, прям гонят, прям не берут. Я говорю, ну там же написано, есть благотворение. Не все воспринимают. Ну вот, гонят, а не по квартиру приходят. Ну, по квартиру приходят обычно, но у нас не приедут православы вообще. Их, наверное, гоняется во квартире что-то. Ну это да, в основном все-таки фестанты. Ну а я вам хочу сказать, что они это делают правильно. То, что они делают по двое, это потому что Господь посылал. Они читали Евангелие, они взяли их оттуда. А мы православные, что мы читаем, не знаем, то, что делают фестанты, должны мы и делать. А мы этого опять не знаем. Мы ничего сами не знаем, что у нас среда, это, среда и пятница постная, в течение всего года, после, Господь для чего положил. Он даже в раю, когда отствовала Даню Еву, он же сказал, не вкушайте от древа, познания, добра и глаз. То есть он уже тогда дал заплет. Восдержание. Нельзя. Они нарушили. Через это вошла смерть наших людей. Понимаете? Грех вошел через это. И мы отсюда тоже непослушные. Нам церковь говорит ради нашего спасения. О нас жалеет. Церковь сама святая. Мы не говорим о священниках. Есть там хорошие, есть там разные. А я так говорю, не бывает хороших и плохих людей. Бывают поступки. Вот поступки бывает, да. Но нельзя опять-таки осуждать. Мы осуждали только грех. Там пьянство, развал, блуд. Но не надо судить человека. Потому что мы точно такие же. Если я, например, сейчас осужу блудницу, заю блуд, а завтра могу этот грех спать сама. То есть за то, что я осудил, Господь, этот грех может не распределить и не осмирить. Это всегда так бывает. Если ты кого-то осудил в чем-то, посмотри, пройдет время, ты этим же грехом можешь сам решить. Поэтому по грехам мы все равные говорятся. И по грехам, ну, кто не пел, кто там не переедал, да, или кто там обоста не делал, да, или что-то. То есть все равно мы где-то когда-то в равный период жизни, все равно они те же грехи. не совершают. Но нужно все-таки, мы же не скотина, не собаки, мы же должны уважать самих, любить друг друга. А я еще хочу спросить вас. У меня три сестренки умерли до года. По 11 месяц им было, да. Раньше в деревнях, это время, 48-й год, 47-й год, не было церквей. они были не крещенок. Почему младенца не помянуть церквей, вот, не заказать. Раз не крещеный, не будем помянуть. Нет, это правильно. Церковь, она... Ну как это так? Он младенец. Он младенец. Он не греховный. Он ничего не творит. Вы не переживайте. Мы возлагаемся на волю Божию. Это Господь все управит. А у меня видно? Нет. Это самый... 3,3,3,3. Я не могу. Они младенчики или ничего не творили. А нету, раз он крещенок. В то время под церквей это не было. Смотрите. Войну кто крестил. Ну кто... Вот смотрите, например. Я не летчик, да? Если я сейчас подойду и скажу, давайте я вас повезу в скамолете. Так меня никто же не запустит. Ну, или я там чего-то другой специалист не понимаю. То есть у каждого свое. Так и церковь. Церковь молится за тех, кто к ней пришел, Бог, кто принял крещение за своих. Понимаете? За своих. Кто уверовал? Кто знает? Кто участвует в таинствах. Они еще не смогли уверовать. Им по один смерть. Так я вам говорю. Это Господь решает. Потому что смерть и здоровье, все в руках Божьих. Господь дает рождение. Господь дает смерть. Это только знает Господь. Здесь мы не можем упрекать никого, ни церковь, никого. Это Господь решает. Он забрал их. Значит, где-то есть такое выражение, а у святых я читала, что Господь забирает человека в самый лучший период его жизни. То есть мы не знаем, что бы из них было. Может быть они выросли, были какими-то разбойками, террористами и прочее, прочее. Мы же не знаем, чем бы они были. Это только знает Господь. Поэтому он иногда выбирает. А для этого, ну как бы, они, может быть, ангелы, молитвники, наоборот за семью. То есть смотря как на это все посмотреть. Но когда в церковь подаешь вот это вот, что поминали, если тебя на ребенке спрашивают, крещеным или не крещеным. Они правильно спрашивают, законно. Ну хорошо. А если он не крещеный, она не будет крещеным. Правильно. А я вам так скажу. Любовь, Господь, Он есть любовь. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. То есть Он любовь, Он настолько нас любит, вы просто не понимаете, как Он нас любит. А вот если мы Его так любили, но мы Его так не любим. Потому что Он говорит, кто исполняет мои заповеди, тот мне брат и сестра и мать. А если ты говоришь, я люблю Бога, а заповеди не соблюдаю, это написано в Евангелии, то ты лжет. То есть если мы заповеди не исполняем, ни среду, ни пятницу, ни Бога не знаем, в церковь не ходим, добродетели не творим, да, ради Христа добро, не ради себя какой-то выгоды, или чтобы прославить, чтобы меня похвалили, а ради Иисуса Христа добро творить, вот тогда это спасительно. Вот если мы этого-то не делаем, что мы требуем от другого, и там от Бога, какой мы упор Богу, когда мы сами ничего не исполняем. Понимаете? И еще хочу сказать, что мы, подавая записки, как обычно священник говорит, принято, пришла в храм, денежку положила, там бы написала и убежала. Мог молить, батюшка. А я и не буду молить, я и не знаю, какая же это любовь. Вот поймите, что, вот я, например, за своего сына, да, скажем так, я молюсь, я его знаю, он мой сын. А представьте, я написала, как бы священник за него молиться, он его не знает. Вот вы так же поймите, я вам сейчас скажу, ну помоли там за мою соседку, как ты за нее будешь молиться, ведь ты ее не знаешь. А ты как будешь молиться за своего сына и мать? Вы их знаете, вы молите за них с любого, без переживания. Поэтому речь о чем? Каждый, принося записку, в первую очередь, должен молиться о том, как он написал сам. Вот когда вы молитесь, это более угодно Богу, чем мы надеемся на чужого, предлагаем свою верму на чужого, а что ты говоришь? А мы как бы откупаемся. Мы не хотим этого. А зачем церковная лавка существует? Ну, церковная лавка, я вам вообще говорю, в торговле там быть не нашло по Евангелию. Если она существует, это нарушение. Но, мы не можем выставить претензии, потому что мы сами, вот я говорю, что я могу выставить, какие претензии, я себя тоже грешница, понимаете? Как мы можем друг другу выставлять, если мы согрешаем сами? Вот, Господь сказал, как мне нравится святых, есть такое выражение, да, и в Библии там, точнее есть, Господь запретил праведнику осуждать грешника, тем более грешнику, грешника, понимаете? вот, когда вы сами все исполните, будете праведны, будете святы, и то еще вам запретит Господь осуждать грешника, а тем более сейчас, мы сами согрешаем, какое имеем мы право выставлять в каком-то священнике, ну и все, ты почему это не сделаешь? А они не должны быть греховными. Нет, 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 они не должны грешить. Они не должны, но все равно Богу служат, и как они не должны брать? Нет, грешить не должны не только они, грешите, они не должны, ибо, сказано в Евангелии, рожденный от Бога не грешить, умер грехов. Если ты родился, духовно принял крещение от креста, истинно, уверовал, ты не должен уже грешать добровольно. Невольно ты будешь, потому что безгрешен только один Бог. Запомните, Бог, он вообще без грешен, на нем не было ни первородного никакого. На нас был первородный грех, потом еще наши добровольные грехи добавились, первородный грех от нас не зависит, он уже рождает, ибо 50-й псалом, кто читал, помимо меня, Боже, это Псалмопейца, и пророк Дарит написал, там сказано, что во грехе роди мне мать моя, то есть он говорит, что во грехе родила мать, так же и мы рождаемся во грехе, и нельзя сказать, что ребенок, как вы говорите, а детство месяцев он свят, он уже не свят, на нем был первородный грех, на каждом, какой бы ни рождался ребенок, потому что мы начинаем, понимаете, как все равно, помочь в красе, по сути, по желанию, поминать их не надо, вот, нет, поминать их нужно, даже за сумму убийц, можно молиться, но не за чужих, а за своих, например, у мать, если он повесился, ну как она мать не будет, церковь говорит, молись, даже на троечку родители в субботу, они даже один день, церковь молится за сумму убийц, на троечку родительскую субботу, она подает пример, если церковь молится за чужих, как бы за ваших, там да, то уж вы за свои, вы должны помолиться, но это очень подвиг большой, то есть, учтите, что значит самоубийца, грех, хулана Духа Святого, не прощается, почему, Господь дал жизнь даром, а мы, получается, упрем к Богу, когда мы решаем себя жизни, мы согрешаем против Духа Святого, потому что мы, как бы себя, ставим противником Богу, я вот Бог, я решаю, ведь это только Бог решает дать жизнь или смерть, а то, получается, мы станем себя, как сатана, почему сатана Дениса, самый умный, ангел отпал, с неба был скинут, потому что он нас гордился, захотел стать как Бог, он сказал, ну а почему бы мне не быть Богом, да, как бы он заменил о себе, так и мы бываем гордые, себя своей гордой составляем, чем мы не Боги, ну хотя плеваем Господь, вы и Боги, с маленькой Богом, да, вы там и царе и священнике, это понятно, мы должны подавляться Богу по справедности, по добродетели, потому что Господь сотворил нас по образу и подобию, по образу, это Душа, имеем разум, совесть, а подобие, то есть мы, добродетели, умиршлять свои страсти, блуд, чьи угодья, гнев, вот эта ярость, мы должны умиршлять, умиршлять, умиршлять добродетели, кровь, любовь, сердцесвение, смирение, вот это, когда мы нас одеть, мы уподобимся к Иисусу Христу, и вот когда мы ему уподобимся в этом, мы уже будем всех любить, понимаете, а когда мы еще не подобились, мы страстные, мы согрешаем, больно-невольно, мы не хотим, но нас мир заставляет, соблазняет мир, и сатана, а вот знаете, какой сильный, как Саисус Христу сказал, дай ему будет волю, он одним ногтем пригринет весь мир, а он нас ненавидит, всех людей ненавидит, и он с каждым борется, и при каждом у нас без, как сказано ангел с правой, с левой стороны, они нас всегда толкают на зло, на всякий грех, и у нас всегда идет борьба, сатана нам советует делать доброе, а этот ангел советует делать добро, сатана делает зло, а уже мы выбираем, либо мы слушаем ангела, или там Евангелие совестное, что сказал Господь, либо не хотим слушать то, что нам дед сказал. Вот. Я вам еще раз говорю, пост он был положен, он был всегда, если раньше пост и по Евангелии его увидеть, Иоанн Престейший сегодня в памятнице, он постился вообще, там по Евангелии он ел дикие мед и априды, то есть это, как-то, расторочит, скажем так, да, а Саус Христов 40 дней постился, он вообще не пил, не ел. Есть святые, я не помню, кто из Великой Святой Церкви, он, этот святой, не вкушал вообще 7 дней, никакой еды, ни питья. А вы же себя святым кто читал, многие святые, они как постились, например, все недели вообще не перенели, только воскресенье, просворчик в Святую Году, ну и причащались, да, там. То есть они причащались, просвор в Году, все. То есть пост в чем? Пост вообще не пить, не ест, это совершенный пост. А уже сейчас мы его, мы с радой встали, поэтому мы только в коронную пищу не едим, а именно постную. И то я вам хочу сказать, я вот сама уверовала, когда 24 года, я сама все средства пятницы, все четыре поста соблюдаю, скоро 22 года, ничего, жива, хожу, работаю, и за двоих еще работаю, и Господь дает, и никто от этого не умер. То есть, сейчас, правда, уже и мясо вообще не ем, я уже четыре года. А вот вороповедник Миссионер, которого я сдала, он вообще, я же говорю, он отказался, как уверовала 23 года, по-моему, он вообще, сейчас ему будет 80 лет в июне, он мясо отказался, вообще не ест, соблюдая все посты, вина вообще не пил. Вот. Через него очень много людей обратилось в православие, именно то, что он знает Евангелие, и он соблюдает. А священник сейчас ослабляет, почему? Потому что сами не все соблюдают-то. Поэтому они говорят, молочко там, ешь, пей. Но я вам говорю, Иоанн стал говорить, большинство священников погибает, большая часть. У них есть настольная книга священцев, там об этом сказано. Как Сарафим Саровский был открыт, он тоже молился три дня и три ночи, и Господь ему показано было, как в ад идут все священники очень много. Он стал молиться, и говорит, Господи, лучше я в царстве не попаду. Спаси их. А Господь говорит, нет, не пищажир, не помилуй, потому что вынцел человеческими заменили они истину. А, значит, 17-й катизм, здесь, кто читает, это есть Библия, 17-й катизм, 117-й Псалом, 113-й стих, он сказал, человеческий ненавижу, а закон твой люблю, это дословно там есть. Вот. Они, получается, много измышляем. Понимаете? Мы, люди, много-много вырубился, также и в церкви много. Есть обрядовая часть, основная для нее никуда не деться, но основная это все-таки духовная, вот внутренний наш закон. Соблюдение заповедей, это все много. Вот священнослужители много нарушают, а на них люди смотрят. Ну, понятно, вот они за это будут отвечать, что подают соблазн. Вот почему проповедовый миссионер, когда он проповедовать, обратился к Богу, он знает его ангель, всю Библию, любой стих он зовет, вот как я говорю, наизусть, да? Откуда взял, в какое место, даже там на любой вопрос отвечает, есть у него православный сайт и все. Но он сам и живет, он не просто говорит, он живет так. Он все соблюдает, он основал, значит, общину. При Советской власти он 45 лет был начальником православного трудового лагеря. Через него много, тысячи людей обратился за разные секции, мусульмане, евреи, наш православный верх, у него есть плоды, его вера. Их мало, а у священников греш и грешников. Вот, а получается, что, конечно, священники говорят, а дел мы не видим, отсюда, вот это плохо им, для них и для нас. Святых мало, а грешников полно, а не Богу служит. Потому что, смотрите, да, что я сказала, не бойся, малые сады, то есть, святых будет мало всегда. Основная манта идет, потому что пространный путь, это узкие врата, садские небесные, и широкий пространный путь ведущий в ад. Не многие идут. Туда попадем. Что же сделаешь? Просто у вас нет страха, и вы, вот можно все-таки мать. У меня это не привилит, у меня в семье такого не было. Я этого не понимаю. Муж у меня не крещеный был, потому что у них нет этого в семье. Вот. И поэтому, вот вы видите, вы сколько знаете, вы сколько уже выучили. Я этого не могу. Ну, я уже стремилась.